И давайте, друзья, измерим также высоту потолка. То есть за год почти ничего не съели. От темного к светлому. Ну и пыли здесь нет. Четвертый этаж. И он последний. Как будто он, знаете, изнутри подсвечивается. Вы со двора заходите с ребенком. Я вот это вижу первый раз. Это сделать беда у очень многих дворов, современных комплексов. Это карагач. Вообще к плохой не покупайте квартиры. По тебе никто не ходит. Я здесь кайфую. Кайфую. Я люблю людей, но я не люблю, когда их много. И когда вот они получаются такие трехмерные, вид совсем другой у комплекса. До пяти этажей застройщик имеет право по закону вообще не ставить лифты. Офигеть. Пять баллов. А ты просто не говори никому. И получается так, что подростки отовсюду выгнанные. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Как я вам и обещал, сейчас мы с вами снова находимся в жилом комплексе Ютери. И посмотрим все, что нам покажет представитель, застройщик, который мне написал в соцсетях. Погнали. Это недавно сданный дом. Здесь очень круто. Я уже это оценил, когда в прошлый раз снимал. Сюда хочется привезти сразу сына. Ну и вообще здесь, я, кстати, пока тебя ждал, ждал тебя, соответственно, на главной аллее у пекарни. Сидел такой и думал, блин, я бы взял себе четвертый этаж, либо этот, пятый. Мансардный. Либо мансардный, да. И все-таки поймал себя на мысли, что мне нравится повыше жить. И все-таки на последнем этаже шумизоляция считаю лучше, потому что по тебе никто не ходит сверху. Там только голуби, а их, в принципе, не слышно. Этот дом у нас, который самый свеженький, сдавшийся, он четырехэтажный, как видишь. А почему четыре этажа? Ну, конструктивно так решили. На самом деле у него есть одна особенность, в отличие от всех наших очередей. Он имеет очень длинный вытянутый двор. Я думаю, что, возможно, там с пятью этажами двор казался бы еще более таким, как бы, туннелеобразным. Если посмотришь, особенно сверху это видно, с коптера, он самый длинный. Кстати, нет-нет-нет, с коптера нормальная. Ощущение у меня изначально было, когда я зашел, а потом вот так смотришь, может быть, немножко привыкаешь, пару секунд, и ты понимаешь, что он очень уютный. То есть из-за того, что он невысотный, здесь четыре этажа, пять, это немного. Это не 27 этажей, как приезжаешь в некоторые, смотришь, думаешь, господи, боже мой, как тут вообще можно жить. Но есть еще же эффект вытянутости создается. И кажется сначала, что да, вот он такой прям, как тоннельчик, но на самом деле мы... Вот этот, получается, звенедом, он получается длиннее, чем все остальные. Да, он длиннее, чем все остальные, поэтому мы когда думали, как его визуально сделать, там, расширить, сделать более, что ли, свободным, пришло решение вот такой плитки, она специально разбита геометрически, это создает эффект вот такого, как бы, ну, не длинного стянутого пространства, да, а расширения такого. И, собственно, задумка удалась, двор совсем, мне кажется, вытянутым, он очень легко воспринимается. Тут приятно находиться. Очень-очень комфортно. Песочницы большие. Кстати, вот эта доска, это чья идея? Я вот такой первый раз вижу. Ну, конечно. Ни в одном комплексе я такого не видел. Чья? Наша. Ваша. Наша, конечно, наша, да, там мелочки еще есть. Все рисуют, развлекаются, самовыражаются, скажем так. Должна отметить, что самовыражаются все прилично. Я сколько раз не приезжала, еще ни разу не встречала. Гадости не писали. Гадости не писали. Застройщик плохой не покупайте квартире. Нет, рисунков пасквильных никаких не было. Все очень креативные, веселые, смешные ребята. Вот у нас как раз уже начинают деревья всякие распускаться. Слушай, очень красиво. А что вот этот, этот, белым таким? В белом смысле деревьев белые? Да, да, да. Как называется? Да, не знаешь. Ой, да это новозеландская санкура, хочется мне сказать. Ну, конечно же, это не она. Нет, я... Не, ну, красиво, красиво, потому что здесь вы молодцы, что трава нормальная, вот эти камушки. Мне это напоминает сразу центр Питера. Идешь, где вот старые там дороги. А обратите внимание, что все в уровень. Видишь, вот такие вот штуки, никаких бордюрчиков, никаких поребриков. Ничего нет, за счет этого создается вот впечатление. Ну, вот это тоже, да, то, что ты заходишь, у тебя нормальная входная группа, у тебя нет вот этих убогих каких-то там возвышений, как это обычно бывает. Окс, здесь у вас видео, когда не обратил внимание, здесь уже другие скамейки, другие урны, потому что там они немножко просто металл, а здесь они вот с бетоном. Все течет, конечно, все изменяется, время диктует. Ну, вот, кстати, на лоджиях тоже история хорошая, это забрал, где заходит воздух, если люди хотят повесить кондиционер, то, соответственно, для кондиционера. Ну, я, кстати, обратил внимание, кто-то уже на фасад вешает, портит его, конечно. Ну, я думаю, что это надо сука согласовывать. Сука, да, нужно согласовывать. А вот это вот вообще моя любовь, вот, огромная. Не, ну, здесь очень классно, то есть двор вообще суперский. Вот это вот любовь, знаешь, кто это? Кто это? Это карагач. А, это дерево карагач? Да, это дерево карагач, это цельный кусок древесины из Ростова-на-Дону к нам приехал. Ого, две с половиной тысячи километров. У нас руководство ездило, его выбирало, смотрело. На самом деле, ну, мы считаем, что в правильных, хороших детских площадках не должно быть навязанных сценариев игры. Ну, потому что, когда ты ребенку ставишь, условно там, я не знаю, зайца, вот он только заяц, и все. И ничего больше. А вот это вот дерево... То есть ты хочешь сказать, что дети просто здесь самовыражаются и придумывают какие-то новые... У них каждый день что-то новое. Они выходят в этот двор, им каждый день не скучно, потому что сегодня это корабль, а не пираты, завтра это сороконожка огромная. Кстати, извиняюсь, вот там кто-то в комментарии написал, что, типа, вот эта труба, это просто кошмар для детей. Я, честно говоря, не понимаю, почему кошмар. Например, мой сын Дима от такой трубы просто без ума. Они есть пластиковые, а я не знаю, есть металлические. Ну, может, страшно просто? Ну, пойдем к трубе подойдем. Там просто вот эти все соединения сделаны так, что там, ну, не порезаться, не подставить, ничего такого нет. Нет, там все в этом плане, ну, если ты обратишь внимание, то они даже сделаны таким образом, что там маленький ребенок, ну, условно, трех лет, он даже сюда залезть не сможет. Сюда залезут, там уже детки повзрослее. Вот здесь, ну-ка, вот так поближе. Нет, так там все... То есть здесь, когда едешь, то, ну... Здесь же у производителя детского оборудования есть очень жесткие и строгие нормативы. Никто не позволит там перешагнуть за них. А точно так же, как вот на такую большую горку ни в коем случае, ну, не сможет залезть маленький ребенок. Ну, просто физически не сможет на нее там залезть. Это песочницы большие, позволяют родителям играть вместе с ребенком. Раньше же как, в маленькую набьются двое детей. Я когда вот зашел, я что-то снимал, я говорю, блин, самому хочется туда запрыгнуть, начать копать, потому что там эти лопаточки были. Конечно, так и происходит. Вот сюда садится мама или папа, условно, это удобная скамейка. И он взаимодействует с ребенком, он с ним разговаривает, он с ним общается, он вовлекается в его игру. И это же намного круче, чем когда ты сидишь где-то вдалеке со страны и смотришь на то, как играет ребенок сам по себе. Ну, вот эти качели я тоже отметил. Дети очень любят вот эти больше качели, чем вот эти стандартные. Да, гнезды, гнезды тоже очень. Это целая толпа туда ложатся и раскачиваются. Мама и ребенок тоже. Убогих ограждений нет, когда вот всю траву закрывать, типа не ходить, по траве нельзя. Нафига тогда вам трава, если по ней нельзя ходить? Ой, смотри, желтые распустились. Я на прошлой неделе была вообще не была. Кстати, да, не было. Я, кстати, тогда обратил внимание, что там какие-то импортные кусты, там что-то было не по-нашему написано. Сейчас, слушай, прикольные, кстати, цветочки. На самом деле у нас тут тоже ландшафтники работают и высаживают в каждой очереди растения, чтобы они круглый год росли. Чтобы и зимой была зелень, которые не засыхают, не облетают, и осенью. И просто идет смена красок. Там желтые, красные, зеленые. Потом опять еще одни, чтобы не было такого, что у тебя летом тут как бы все в шоколаде, а зимой ты ходишь, у тебя одни палки торчат, такие грустные. А это... Слушай, я не знаю. Может, это вишня? Друзья, если кто-то знает, может быть, вишня, напишите в комментариях. Слушайте, очень красиво смотрится, очень классно. А через пару лет она же еще будет больше разрастется, вообще будет красота. А через пару недель она распустится больше. Это да. И будет вообще классно. Ну, вот это тоже прикольно. То есть ребенок, когда вот у меня, например, он там бегает, везде лазает, ну, вот очень классная история, когда они, во-первых, вот сам производитель, кстати, дать надо должное, что он очень круто сделал все вот как у одного известного и самого дорогого европейского производителя, который, я понимаю, уже недоступен для нашего российского рынка, или там частично недоступен. А здесь они, красавцы, сделали все круто. Дерево, натуральное дерево здесь лаком окрашено. Ну, это очень приятно. Вот, опять-таки, никакого навязанного сценария. Ты как обезьянка просто... Ну, да, тут можно в любую игру, да. Всегда хожу, обращаю внимание на оборудование на детских спортивных площадках. И у нас есть один производитель, оно самое недорогое, к силу, если не ошибаюсь, его называть. И там реально в глаза все будет. Оно вот такое... Вот люди, такое ощущение, что с советских времен у них осталось, что нужно там металлическую качель поставить, а красить ее там зеленой краской, которая есть только в магазине, самая дешевая, и все на это. А теперь перед ним вот это вот все. Я, кстати, в тот раз не показал. Это как правильно это назвать? Ну, мы называем это такой амфитеатр. Амфитеатр. Вот что на детских площадках тебя может смутить? Ну, у тебя сколько лет ребенку? Шесть. Шесть, вот. Слушай, у меня в комплексе мне ничего не смущает, у нас круто все. Когда у тебя ребенку будет в два раза больше, ты поймешь. Ему будет, да, ему будет неинтересно здесь уже лазать, потому что он уже будет большой, ему захочется потуцеваться, где-то посидеть. Вот это хорошая история доска, и хорошая история как раз, да, вот эта девушка сидит. Ему будет 13, и он поймет, что отовсюду его прогоняют. И получается так, что подростки отовсюду выгнаны, им негде приложиться, а им очень хочется. Им очень хочется самовыражения, им очень хочется кучности, вот эта вот принадлежность. Я часть чего-то, я часть какой-то компании, нам надо где-то собираться. Они любят вот как птички на жердочке, вот так, как мы с тобой сейчас сели, и вроде бы своим таким анклавом, но в то же время все обзирают. Хотим там в ближайших очередях реализовать это сделать акцентную сцену, на которой они могут снимать там тиктоки, всякие штуки. А вот зря сказала, все остальные застройщики подхватят. А ты просто не говори никому. Они же в видео увидят. Вот, это будет какая-то такая, знаешь, подросткам очень важен визуал, очень важно, чтобы было красиво, чтобы было модно, стильно. Если дети не обращают внимания на внешность, то подростки очень большое внимание этому уделяют. Контейнеры все заглубленные, но пока закрыты, потому что... Вот это, кстати, прикольно, они, получается, закрыты, и ветер их не разбрасывает, там, бродячие собаки сюда не заходят, потому что территория закрыта. Ну, пока они, в принципе, на замке, потому что тут делают ремонт, и чтобы строительные... А, ну это правильно, да, потому что люди, к сожалению... Вот, а парковки, которые у нас здесь вынесены, я хочу показать, они с этой стороны. Я, кстати, когда смотрел проектную декларацию, у вас там совсем небольшое количество парковок отмечено, но при этом я обратил внимание, что с парковкой проблем вообще нет. С парковкой проблем вообще нет, места очень много, при этом, ну, там, что значит совсем небольшое количество? Норматив. 428, что это? Норматив. Мы высадили вот елочки такие, то есть мы хотели парковку тоже такую, типа, финскую, знаешь, сделать. Вот камушками выложили вот эти вот штучки, видишь, оградительные конструкции. То есть, ну, не просто разлиновку сделали. Слушай, да-да-да, вот они. А вот такие вот камушки, фонарики, деревья там высадили, будем еще высаживать. Пойдем, зайдем. У меня должны здесь сработать теплый тамбур. Рассказываю нашу историю огромную, большую. О, вот это уже классное. Большой любви. О, стой. Да, да. Друзья, я вот это вижу первый раз. Здесь это современный доводчик. То есть, ты открыл дверь до конца, и тебе нужно что-то притащить. Все, ты идешь, тебе не нужно никаких здесь штук. Вообще ничего не нужно. Блин, вот, вот, пять баллов. Здесь, соответственно, у нас коврик, об который мы вытираем ноги. Ограничители двери с резинкой. И здесь, обратите внимание, что здесь красивая стенка. Вы могли бы просто покрасить и все. Гриллята. Это алюминий. Кто писал в комментах, связь сотовой пробивает. Никак не влияет. А, это карта мира. Я узнал о Дмитрия с прошлого видео. Ну, система допуска. И что здесь, конечно, круто, что у застройщика, обратите внимание, везде есть указатель. Это огромный плюс. Почему-то большинство их не ставит. Не понимаешь вообще, куда заходишь. Вот сейчас пройдем дальше. Вот видите, четыре этажа, нумерация квартир. То есть, я пришел, мне говорят, 220-я квартира. Я понимаю, что это второй этаж. Мне не нужно звонить у друзей и спрашивать, куда мне ехать. Так, заходи, открывай. Да, расскажу. Теплый тамбур. Здесь первая дверь всегда открыта. Ну, в смысле, она без замка. Ты сюда можешь зайти в любое время, для того, чтобы ключики и все прочее искать уже вот тут вот в теплом пространстве. Вот. Здесь все набираешь, да, естественно. А вот сюда ты уже не попадешь. Не попадешь, да. Здесь уже закрыто получается, да. Вот тут вот ты можешь, да, подождать. О, и теперь мы заходим. Ну, и, кстати, тоже плюс вот здесь. Что мне нравится? Для безопасности здесь большое стекление, большая площадь стекления. И, соответственно, когда ты заходишь или выходишь, ты всегда видишь, что впереди. Здесь тоже обращаю внимание, что здесь все в стекле. То есть здесь даже, может, в принципе, и свет-то не нужен, потому что и так его хватает. Ну, и, соответственно, желтые кружки, чтобы никто головы, не дай бог, не вляпался. Аналогично здесь штукатурка. Здесь лифт. Так, ну-ка, вызываем. Это у нас сотис. Здесь есть нумерация. Это грузопассажирский. Двухсторонний лифт. Давай зайдем, посмотрим. Первый этаж хочу. Так. Это то, что я думаю. Друзья, смотрите, что у нас сейчас получилось. Вы со двора заходите с ребенком с вещами тяжелыми, зашли в лифт, и вы поднялись на свой первый этаж. Я знаю, это второй комплекс, который может похвастаться таким лифтом. Ну, и, соответственно, здесь уже выходишь, и здесь у вас пошли квартиры. Смотрите. Первый этаж. Нумерация квартир. Вот это очень классно, потому что... О, и здесь еще и цвет, смотрите, разный какой. Потому что очень удобно. И здесь такой же стоит доводчик. Ну-ка. Офигеть. Офигеть. Нормальная плитка. Фирменный КУА. То есть это вы людям дарите. На стенках то же самое. Смотрится красиво. И мне, кстати, очень нравится, как грилята выглядят. То есть вроде она такая простенькая, но у нее сразу такой вид, ну, очень такой приятный. Современный приятный вид. Нумерация квартир. А из-за света такое ощущение, что как будто она, знаете, изнутри подсвечивается. Прикольно. Ну, вот еще бы звонки пониже бы ставили, чтобы детям было удобнее. И все. Друзья, если где-то видели вот такие доводчики, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот я, вот этот первый комплекс, в котором я увидел такой доводчик. И вот посмотри, по сравнению с первыми очередями, ну, только я поправлю немножко, ты говорил, что если вы с детьми идете со двора, двор там, ну, да-да-да-да. И заезжаешь вот здесь вот, потому что с парковки, ну, с коляской. Это с парковки, да. Это с парковки, там блин. Батареи, то, о чем я тебе говорила. Ага, спрятали их уже наверх, они вот так закрыты. Ни труб торчащих, ничего как-то внизу нет. Гипсокартон. Все спрятали внизу ящики, ты помнишь, да? Да. Вот тюльвий глаз, желтый-зеленый. Здесь они уже под дерево, очень приятные. Все уже совсем другое. Дощечечка. Ать! Да. Кстати, вот это намного прикольнее. Современнее, потому что это стекло, причем это не октякстекло, а каленое стекло такое. Слушайте, по сантиметру похоже. Ну и здесь, соответственно, все, что нужно. Мне, кстати, вот я отметил, что очень аккуратно, потому что, например, у меня в комплексе управляйка засовывает вот так сюда все, и в итоге получается, что не очень красиво. Еще, кстати, я здесь обратил внимание, что на грилятку немножко поправить потолок вы выкрасили в черный цвет, поэтому у нее вид еще такой интересный. Она сама по себе серебристая, и за счет черного потолка так, ну, мне нравится, красиво смотрится. За счет черного потолка кажется, что там еще наверху куча и куча простан. Да, на самом деле в этом практически нет. Ну да, да. Ну и первый этаж здесь достаточно высокий. Да, первый этаж высокий, но последний этаж мансардный, там 3,30 высота у нас доходит, от 3 до 3,30. Ну вот это, да, строительная работа. Хочется, чтобы строители аккуратнее заносили, когда отделку делают. Ну это да, нужно контролировать, потому что строителям, как правило, им вообще все равно на всю эту красивую отделку, потому что вот понятно, да, что-то перли. Ну все равно после заселения будет какая-то еще там такая чистовая проверочка, поэтому... А шоурум же здесь, да? Нет. Нет, а мы просто давай на последний этаж поднимемся. Так, я первый, ты за мной. Четвертый этаж. И он последний? Он последний. Ну, во-первых, до пяти этажей застройщик имеет право по закону вообще не ставить лифты. Лифты это очень дорого, друзья, это очень дорого. Застройщику дешевле их не ставить и продать это как жилую площадь. Ну, здесь есть лифт, даже на четырехэтажном доме. Это оттис с режимом регенерации энергии, экономит до 70% электроэнергии. Четвертый этаж, выходим. Яркая табличка, сразу в глаза бросается. Это для мобильных групп населения, да. А здесь у нас, соответственно, цифра 4, нумерация какая есть, квартир. Ну, вот здесь все, в принципе, то же самое, как и на первом этаже. Это комфорт же, да, вы позиционируете? Комфорт класса. Обратите внимание, что не каждый застройщик может похвастаться тем, что здесь есть табло, на котором ты понимаешь, на каком этаже находится лифт. Здесь нормальные обозначения. Я помню, в одном из комплексов там, значит, такое было обозначение. И вот было, ну, реально, WC было, осталось только дописать. Там было просто понятно, что туалет, ну, здесь все в порядке. Лестничный марш, ограждение. Как я уже говорил, то есть оно недорогое, но смотрится очень красиво и держится крепко. Ступени, конечно, лучше нужно отшлифовать было бы, чтобы этой красной краски не было видно. Но это не самое главное. Смотрите, здесь, друзья, нет никаких дурацких переходных балконов, которые, например, мне лично не нравятся. Я считаю, что это уже давно-давно в прошлом, и так никто не строит. Здесь большие, можно практически сказать, там, панорамные окна, много света. От застройщика это у нас алюминиевые окна. Можно открыть, вот как сейчас здесь на проветривании, чтобы здесь было тепло. Однокамерный стеклопакет широкий, почти 2 сантиметра. Ну, соответственно, ветвь, видите, сейчас все зелененькое, конечно, смотрится достаточно классно. И обратите внимание, что вот оно идет вот туда вниз уже пошло. Сейчас спустимся, посмотрим. Светодиодные светильники, я так понимаю, они либо тут датчик света, да, здесь? А, на движение, я понимаю, это вот этот. Да, на движение. С энергоэффективностью. Вот, смотрите, даже здесь уголок поставили. Здесь тоже обращу внимание, что от застройщика уже есть ограничители двери. Здесь, соответственно, здесь. И вот немножко надо здесь становиться. Вот это, я не понимаю, это плитка? Нет, это не плитка такая одна большая. Может быть, но это... Такая стоит, конечно. Это нарисовали, что ли? Слушайте, ну, сделано под мрамор, сделано классно. И мне нравится, когда, знаете, обычно как экономят? Просто по трафарету краской наносят, это нумерацию этаж, а здесь она стекло. Стекло еще сверху какая-то матовая штука. И когда вот они получаются такие трехмерные, вид совсем другой у комплекса. Ну, плюс, смотрите, на потолке у нас это Амстронг, но при этом не из дешевых. И смотрится очень прилично. Ну, и светодиодное освещение для экономии электроэнергии. Все, идемте дальше. Слушай, а как это правильно называется? Это вот это имеется. Да, Амстонг Брали. То есть по ним люди читают. Слушайте, сделали вот такую, как сказать, нужно отмазку другим материалом. Ну, вообще очень люблю сочетание. Кстати, вопрос к тебе. Сами вот эти же плиты точно такие же, как и на других проектах. То есть получается бетон, утеплитель, бетон. И плюс еще у нас... Нет, вот это вот монолитный комплекс. А, это монолитный комплекс. Это монолит. Вот это четырехэтажный, он монолитный, да. А, те и сплит. Да, те и сплит, и следующий тоже и сплит. Это у нас такой, ну, эксперимент. Так, еще мне тут писали про пыль и плохую экологию. Сейчас, подожди. Ну, вот я вот здесь хожу второй раз, я вообще нет никаких запахов посторонних, кроме выпечки было вкусной. Я так понимаю, вот от этих ребят, может, еще от кого-то. Ну, и пыли здесь нет. Я вот ее реально не чувствую, потому что у меня на пыль вообще аллергия, начинаю сразу чихать. Оглядываясь на, там, 5-6-летнюю историю давности, да, мы понимаем, какие ошибки совершали, там, закладывая проектирование, да. Мы провели опрос среди местных жителей, спросили, чего им не хватает, а чего, наоборот, в избытке. И вот большинство людей сказало, что им хочется больше каких-то зон для отдыха, типа, вот, как той беседки, видишь? Угу, да-да-да, вот она. И перенасыщена спортивная инфраструктура. Ну, то есть, они говорят, не столько спортом, там, не занимаемся, нам можно что-то поменьше. Ну, поменьше, опять-таки, главное, чтобы в нормативы уложиться, да, вот. Но будем реорганизовывать, будем что-то добавлять. И на самом деле для меня, ну, я, так как я уже 10 лет работаю в отрасли, я еще никогда не встречала, чтобы застройщик возвращался к старым очередям. То есть, чтобы вы все понимали, это нужно сделать проект, это стоит денег, его нужно еще согласовать и потом еще реализовать. То есть, это не просто так захотели и там плитку поменяли в другой цвет. Кстати, вот здесь тоже вот другая уже пиктограмма. Смотрите, друзья. Мне кажется, если их сложить все вместе с каждого дома, что-то такое вырез. Какой-нибудь русский медведь там или еще что-то. Думайте, думайте. Так, слушай, а что вот это за штуки такие? Ну, вот это понятно, вентиляция, а вот это... Помнишь, ты спрашиваешь про погреба? Да. Ага. То есть, вот это у людей свой погреб. Значит, кто помнит еще советские панельки, у многих, особенно это на юге, Краснодарский край, Ростовская область, там есть такая тема, что у кого первый этаж, они, соответственно, вот это закладывали кирпичом, делали проем, и у них там свой подвал. Здесь уже сделали застройщик. Кстати, очень крутая история. Весь хлам просто можно туда закидывать. Ну, хлам, извините, пожалуйста. Закрутки, закрутки, да. Бутылочка вина хорошая, Витальянская. Да. Вот у меня папа бы оценил бы такую штуку. Ну, ты знаешь, если бы это было бы там, не знаю, 16 этажей там или выше, то да, тут смущает. А когда у тебя всего лишь там 6 этажей, то ничего не смущает. Так, здесь у нас... Это еще вот старый... Это какого года проект? Это старый проект. Но здесь все равно вот эта штука, она очень удобная. Здесь уже коврик, соответственно, вон за подлецом с плиткой. Ну, и, соответственно, чтобы пройти, надо вот так. Да. Нам на вкус. Так, значит, мы с тобой вышли еще в один двор. Здесь, обратите внимание, мне нравится... Она мягкая. Слушайте, прикольно. Травма безопасная. Здесь здорово, что здесь резиновое покрытие. Это не песок, не камень, ребенок не расшибется. Это площадка для маленьких деток. Есть спортивная площадка. И вот эта труба, которая, например, мне лично очень нравится. И нравится моему сыну. Наверное, поэтому и мне нравится. Большие деревья. О, а здесь такие розовенькие, розоватые цветочки. Тоже красиво. Дерево. Да, вот когда вот разноцветная вот такая, вот она причем здесь такая идет? От темного к светлому. Ну, да. Смотрится по-другому. А вот здесь вот беленькое выложили. Такое тоже, как в Скандинавии, кажется. Значит, друзья, смотрите. Вот обратите внимание, это панельный дом. Между панелями есть стык. И вот здесь, что я обратил внимание, вот это желтого цвета, это утеплитель. То есть застройщик зачеканивает утеплителем. А потом, понимая, уже когда возведут дом, уже будет все закрыто специальной мастикой. Я вот школу окрашиваю. Вот, смотрите, как спустились на веревке. И красят в желтенький. Вот это светлая отделка. Это светлая отделка. Она называется Скандинавия. Другая отделка, которая темная, она называется дерево. И отличие лишь в том, что ты можешь выбрать либо светлые тона, либо темные. При светлых тонах у тебя будет светлое напольное покрытие и светлая плитка. И светлые двери. При отделке дерева у тебя будет темное напольное покрытие и темная плитка. Ну, потому что кто-то же любит так, а кто-то любит так. А так как мы всегда за вариативность, то вот, пожалуйста, я когда делала этот шоу-рум где-то год назад, баночка с печеньем была полной. То есть за год почти ничего не съели. Я не знаю, кто эти люди, которые тут живут в тайне. Ну, как-то, Олег, ну, пришел. Ну, я при этом. О, печенье. Можно печенье? Чпок открыл. Слушай, прикольные кастрюльки. Я также в Янисе на шоу-руме у меня была банка с маршноллоу. Они ушли быстрее. Сладости, да. Слушай, прикольно. Светильник прикольный мне нравится. Такой получается очень уютненький. Романтический ужин. Полумрадок. Ну, соответственно, здесь будет больше света, потому что сейчас здесь реклама застройщика. Тут немножко беспорядок. Ну, рабочие помещения, надо помнить. Так, давайте. Высоту, ширину, чтобы вымерли. Ширину. Метр пятьдесят восемь. И это один из неглубоких балконов, потому что я вот измерял, было метр девяносто. Кстати, вот эти колонны, кто был в Финляндии, часто в домах, если обратили внимание, у них вот такие же колонны видны. И давайте, друзья, измерим также высоту потолка, чистовую. Два шестьдесят. Здесь натяжной потолок. Сдаете вот с таким натяжным потолком везде, да? Ну, кто отделку выбирает. Кто отделку? Оделка сколько, получается, стоит? А сейчас невозможно сказать, что это отделка, потому что, ну... Цены, да, я, да. Материал у меня есть каждую неделю. Это получается, вот, например, я приобретаю квартиру с отделкой, какую-то стоимость фиксируется, либо она будет плавающая по отделке? Нет, она фиксируется. Фиксируется. То есть на момент как раз оплата фиксируется цена. Да, и ты ее можешь зашить в 100 тысяч рублей. Ну, вот это да, это плюс. Так, еще ты сказала, что вот этих трупп уже не будет в следующих очередях. Ну, мы хотим, да, вертикально разрушить. Я еще, когда смотрел фотоотчеты с стройплощадки, обратил внимание, что вот мне как показалось, что вы просверливаете отверстия, они, как обычно, это выбивает огромное дырение, а потом заделывают. Сверлите все. Прикольно, здесь потолок натяжной, он матовый, и я даже сразу не обратил внимание, что это натяжной потолок. Давайте, смотрите, пробежимся по мебели. Вот можно же докупить вот такой комплект мебели, правильно? Можно мебелированную кухню уже сразу взять, так как это образец, ну, возьмем его за образец, да. Я думаю, что такой он пока и остался. Видишь же, все течет. Ну, у меня эти, да. Мебелированная только кухня, или еще и комната можно заказать? Комната тоже можно заказать. То есть отдельно можно взять... Только кухню. Только кухню с ремонтом. Будет включаться кухонные гарнитуры и обеденная группа. Вот это? Да. Поверхность, духовка, холодоз. Что-то из техники, да. Вот, по-моему, посудомоечная, не входит в лазовую комплектацию. То есть просто будет место. Да, просто будет место. Надо смотреть. И стол будет? Стол, стуль. Да, обеденная группа и кухонная... Кухонная это. Надо посмотреть, я просто не помню наизусть, что входит в лазовую комплектацию. Ну, я понял. Да-да-да, чтобы никого не обмануть. Холодильник тоже помог. Ну, посудомоку... Слушай, ну, я по первой профессии, как раз краснодеревщик. Слушай, здесь достаточно все так, ну, хорошо сделано. Все с доводчиками. Да, с доводчиками. Полностью мипелированную. Ты можешь взять вообще без отделки и сам заморачиваться. Ну, все, что хочешь. Люстра тоже входит? А, нет. Люстра отдельно. Это собственный дизайнер. Шкафы, кровати, остальное все уже... Вот я скажу, кстати, вот спальные места, вот для спальни, вот здесь не знаю, сколько метров, 15-14... А у нас вот же, наверное. А, тут есть, да? Я думаю, что... Это вот с нее? Не знаю, это 57-57... Да, это она, это с нее. Кухня-столовая. То, что я почему-то сразу не заметил. 18 метров. Спальня. Слушай, они по 12... Чуть менее 12 метров, а ощущение, что больше. Потому что правильный прямоугольник. Ну-ка. Уютно. Здесь уютно. То есть, для того, чтобы прийти поспать, то есть, вместо вот этого, например, столика, может быть, обычный рабочий стол. Ну, то есть, можно организовать, как удобно. Да, большой шкаф, куда уходят все вещи. У нас там при входе как раз тоже было под оперативную... Оперативные вещи, шкаф. Это детская. Для двух детей самое то. Ну, плюс, соответственно, не забывайте о том, друзья, что дети никогда не будут сидеть своей детской. Они всегда пойдут на кухню. Там, где есть еда, телевизор и родители. Хочу сказать про двери, что двери сами не из дешевых. Они достаточно такие массивные. Смотрятся приятные. Мне вообще нравится белый цвет. Нормальный современный наличник. Фурнитура. Фурнитура нормальная, но мне, например, форма ручки не нравится. Я бы какие-нибудь более закругленные бы взял. Но это мне. Кому-то нормально. Ограничитель. Плинтус. Здесь, кстати, ламинат. Здесь нет никакой плитки для того, чтобы ничего не разбилось. Уютно. Уютно. Вот здесь будет собираться вся семья. Получается небольшая кухня. Я бы, наверное, знаете, как сделал? Я бы вот духовку поставил бы вот сюда. Чуть выше. Потому что я, например, люблю готовить. Мы делаем. Ну, готовим постоянно дома. И внизу, когда приходится всегда нагибаться, не очень удобно по мне. То есть я бы ее вот сюда бы ставил. И какой-нибудь еще маленький шкафчик для бутылок с маслом. И холодильник немножко сдвинуть вправо. Потому что здесь есть местечко. Ну, здесь есть розетка для получения холодильника. Ну, и швабру можно прятать. Напишите в комментарии, что понравилось, что не понравилось. когда проводили экскурсию вместе с сотрудником застройщика Ксении в этом жилом комплексе. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова